МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Со снежных улиц прямиком в солнечную студию, где у нас всегда тепло, красиво и радостно. До самого романтичного времени года весны остается меньше двух недель. И как же приятно проводить это время с вами. В эфире студия 11. Новый выпуск, новые темы. И вот чем порадуем вас в ближайшие 10 минут. Мурчащий праздник. Европейцы отмечают День кота. Присоединяемся и мы. Сквозь снег и стужу. Какой он велоспорт зимой. Музыкальная магия. Очередной шедевр от коми-скрипачки. Герои самых добрых мемов. При виде этих созданий сердце радостно колотится, а тело изнутри будто разрывает от бесконечного умиления. Все это о котиках. И сегодня, 17 февраля, у полосатых усатых настоящий праздник. Правда, официально отмечают его лишь в Европе. Но мы подумали, почему бы и нам, россиянам, не присоединиться к этому мурчащему событию. Берите своего питомца на руки, крепко-крепко обнимайте его и приговаривайте, как же сильно вы его любите. И пускай мурлыка иногда позволяет себе немножко пошалить, опрокинуть вазу с цветами или разодрать обшивку дивана. Согласитесь, меньше любить их от этого мы точно не станем. Ну а если в вашу жизнь пушистые лапки пока не постучали, мы знаем, как спасти ситуацию. Несколько дней жители Коми присылали в группу Юргана ВКонтакте видеоролики со своими котами. Самые милые предлагаю посмотреть прямо сейчас. Привет! Привет! Встречаюсь, а! Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» Кстати, День кота в Европе начали отмечать в 1992 году. Инициатива учредить такой праздник принадлежала итальянской журналистке Клайди Ангелетти. Мотивом послужила солидарность пушистым. Дело в том, что кошки, особенно во времена Инквизиции, воспринимались как животные, покорствующие злым духом. Кошек и котов, в частности черных, мягко говоря, недолюбливали. В поддержку животных наш европейский коллега и выступил. Кошачий день выбирали, что говорится всем миром. Читатели присылали в местный журнал предложение, какая дата бы наиболее подходила для празднования. В итоге назвали 17 февраля. Но не думайте, что у российских кошек повода для праздничного настроения нет. В нашей стране День кота отмечают 1 марта. Но согласитесь, ничего не мешает нам отметить не один, а сразу два праздника. Скорее бы весна. Дороги освободятся от снега, и я, наконец, достану с балкона своего двухколесного коня. Вот так под занавес зимы вместе со мной рассуждают большинство велолюбителей. С началом снежной поры мы привыкли отправлять велосипед в вынужденный отпуск. А зря. Сыктывкарец Игорь Козловский, например, ежедневно проезжает зимой по 20, а то и 30 километров. Он с удовольствием рассказал нам, почему не стоит прекращать велозабеги в морозы, и как правильно подготовить, а главное, содержать транспорт в холодное время. Принято считать, что велосипед – это больше летний транспорт, но катаются на нем еще и зимой. Вот расскажите подробнее об этом. Все-таки необычно, когда велосипедисты наворачивают километры на зимней трассе. На самом деле зимой действительно не принято кататься на велосипеде, потому что это намного сложнее. Для этого нужны определенные навыки, и те люди, которые катаются только летом, они этих навыков нигде не приобретут. Это нужно обязательно выехать и тренироваться именно в снег. В любом виде спорта важное место отводится все-таки форме. И для зимнего катания на велосипеде тоже форма определенная, экипировка. Вот расскажи про нее, из чего она состоит и как ее правильно подбирать. Единственный нюанс отличает велоспорт от обычной ходьбы или бега, то, что замерзает в конечности. Потому что, когда руки на руле постоянно обдуваются ветром и ноги на холодных педалях, замерзают в первую очередь в конечности. Плюс к тому, когда обхватываешь руль, передавливаются вены на ладошках, и пальцы замерзают очень быстро. Для этого самое главное – это подобрать перчатки правильные и правильную обувь. Она должна быть теплой, это в первую очередь. Термобелье популярно среди всех спортсменов, я думаю. И важно соблюдать так называемую теорию слоев. Зависит это от погоды. Если до минус пяти, например, покажу на себе, достаточно двух слоев – это термобелье и велоформа. Велоформа есть зимняя и летняя, но летняя совсем короткая, как футболка. А зимняя длинная, и на ней есть определенный начес. Она немножко потолще. Потом, если холоднее, например, минус 10, то добавляется уже второй слой – это какое-то флисовое. Вот флис. Или, если еще холоднее, я пододеваю лыжную разминочную форму. Также надо добавить про баф. Обязательно шея и уши должны быть закрыты. Какая бы ни была шапка, всегда в уши задувает. Это касается и лыжников, и велосипедистов, и всех, кто сталкивается с ветром на больших скоростях. Баф, хоть он и не очень толстый, он очень хорошо защищает от ветра именно горло и уши. И также важны очки для велосипедиста на скоростях больше 20 км в час, потому что мелкие льдинки, и снег попадает в глаза. Это может навредить и очень сильно отвлекать, особенно, когда какие-то сложные ситуации. И нужно твое внимание на дороге. Слово о температурах. Какая самая оптимальная температура для катания на велосипеде зимой? Вы сказали, что ездили однажды даже при температуре минус 27 градусов. Не холодно ли? Минус 27 – это недолгие поездки по городу. И только по городу, никуда в лес желательно не выезжать в такую температуру. И важно, чтобы была возможность зайти куда-то в помещение. Расскажите про велосипед. Как вы его готовите к зимним поездкам? Возможно, меняете какие-то запчасти, меняете колеса, как-то укрепляете его? Самая важная деталь, я думаю, в велосипеде для зимнего катания – это покрышки. В данном случае у меня стоят летние покрышки, но с достаточно крупным протектором. Важно, чтобы, если человек использует летние, чтобы они были не лысые. Тогда будет вообще невозможно ездить. Летних покрышек достаточно тем, у кого есть опыт и кто умеет держать велосипед в правильном направлении и равноеси. Также людям надо во внимание иметь про тормоза, определенные знания. У кого тормоза гидравлические, то есть вместо тросиков внутри бегает жидкость, зимой этим тормозам не очень комфортно. Есть две фирмы тормозов таких и можно прочитать в интернете о их особенностях. Одна фирма реагирует хорошо на холод, другая не очень хорошо. Это важно, это может дорого обойтись людям. Еще хочу отметить про педали. И зимой набиваются снегом подошва и педали велосипеда, поэтому желательно, чтобы на них были хорошие шипы. И действительно, подготовка капитальная нужна для того, чтобы кататься на велосипеде зимой, как мы сейчас убедились. И в чем же главная польза? Что мы можем сказать нашим телезрителям, как мы можем их замотивировать взять велосипед и уйти прокатиться по зимним дорогам? Польза велосипеда для, в первую очередь, водителя велосипеда заключается зимой в том, что он не теряет форму, в том, что он преодолевает какие-то расстояния быстрее, чем, например, пешком. Это обходится дешевле, чем ездить на машине. И есть много людей, которые летом ездят, например, на работу, и зимой точно ничего не мешает ездить им на работу. На данный момент в Севкаре хорошо очистят тротуары и очень комфортно передвигаться на двухколесном транспорте. Здорово! Друзья, так что, если вы скучаете по велосипеду, знайте, снег и холодная погода абсолютно не помеха такому хобби. Игорь, вот продемонстрируйте нам, насколько же это круто кататься на велосипеде зимой. Если порой настроение вдруг покидает вас без повода, мы подскажем, как быстро это исправить. Песня с названием «Хэппи» вам о чем-нибудь говорит? Даже если нет, при одном лишь упоминании этой композиции хочется подвигать щечками и улыбнуться. Переводится она как «счастье». А если задорно сыграть счастье на скрипке, тогда у плохого настроения точно шансов не останется. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok «Байкал» ДimaTorzok 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 Дорого не каждый студент себе может позволить Вот побывать там, да еще и бесплатно В рамках программы очень здорово и очень классно Уникальная возможность И наверняка во время поездки вы сделали множество фото, множество видео И где же можно их посмотреть и тоже удивиться Конечно, видео, фото очень много ребят выкладывали, я выкладывала Мы их делали по хэштегам «Байкал СГУ» Больше, чем путешествий, можно найти в основном, мне кажется, больше публикаций в Инстаграме Спасибо, Софья, желаю больше путешествий и вам, и вашим коллегам Спасибо Объемные укладки в стиле 90-х Как вам такое, дамы? Кроме пышных гриф, заявляют стилисты, в этом году будут востребованы короткие стрижки Небрежный боб, волнистый, французский боб и его гладкая вариация Что же касается цвета волос, то здесь права также отойдут ретро-стилю Блонд а-ля 70-е сделает из вас первых модниц Впрочем, обладательницам волнистых волос можно расслабиться Никаких начесов и необычных укладок Лучше всего разделить волосы на прямой пробор и дать своим локонам полную свободу Так, с женскими прическами мы разобрались, но как быть мужчинам? Какая укладка добавит их образу брутальности, а какая наоборот романтичности? Об этом не рассказал опытный барбер С появлением барбершопов пришли новые виды стрижек Стало все это выглядеть более дерзко, более, можно даже сказать, агрессивно И виски зачастую сбривались прям полностью в ноль Не все ходят в парикмахерскую по какому-то определенному графику и с постоянной периодичностью В среднем стрижка держится, ну хорошая стрижка, держится 3-4 недели То есть самое оптимальное запланировать поход к парикмахеру это раз в 3-3,5 недели Что касается данной стрижки и данной головы Виски выбритые, вверх удлиненный Как раз таки это позволяет нам по-разному укладывать и по-разному выглядеть В чем, кстати, отличается техника барбера от парикмахера Это техники стрижки Честно, я стригу как парикмахер, как старый советский парикмахер Меня так научили, и мне так удобно Сейчас же мастера парикмахерского искусства берут ножницы неправильно Красиво, но неправильно Удобно ли? Мне неудобно В домашних условиях постричь и подровнять самому себе голову Это крайне сложно Хороший мастер должен по виду тому, как человек пришел в парикмахерскую Понять, что с ним делать Если клиент учит мастера, как его постричь То это мастер должен доплатить денег клиенту Формула – это ключевая задача И ключевой момент мужской стрижки Не длина, а именно форма И мастер должен видеть это и понимать То есть в этом заключается мастерство специалиста Субтитры сделал DimaTorzok Перед тем, как высушить феном, я нанес гель легкой фиксации Для того, чтобы фиксировать именно объем Небольшой, но легкий прикорневой объем Чтобы стрижка не выглядела плоской и такой какой-то потрепанной После этого в данном случае я выберу пасту укладочную матовую У нас редко предпочитают бриолины, они все блестящие на рыжной основе Поэтому матовая глина либо паста подходит больше всего для повседневного применения Из всего этого бешеного ассортимента укладочных средств Надо выбирать то, что подойдет по типу волос и стрижки То есть если волосы длинные, но тонкие Надо, чтобы что-то сильно фиксировало Чтобы, опять же, по истечению времени Стрижка, как форма стрижки и прически Прически не опала Причем отличие, в принципе, к бороду То есть кто-то оформляет красиво, аккуратненько по чертам лица Кто-то носит лохматую, беспорядочную и неулыженную бороду В данном случае сильно мы бороду укорачивать не будем Просто сделаем мягче переход в виски Закреплять мы здесь ничем не будем То есть сильная укладка нам здесь не нужна Потому что борода короткая То есть это вот большие, полные бороды Так называемые лопаты, да Там не помешает чем-нибудь обработать Чем-нибудь нанести В данном случае мы просто возьмем бальзам И, в общем-то, вот, посмотрите Если вам потом покажут фотографию до и после Вы увидите разницу Ну, смотрите, какой красивый человек стал Любой образ, неважно, женский или мужской Всегда можно дополнить ароматом Свежим, сладким или даже страстным А что вы думаете о духах аппетитных? Да-да, такие тоже есть Американцы, например, выпустили парфюм Запахом картофеля фри Видимо, из большой любви к этому блюду Золотистый аромат отсылает нас к поджаренной корочке А символическая цена почти в 2 доллара К стоимости порции размером с флакон Его объем всего 50 миллилитров Не знаю, как вас, а меня такая новинка В мире парфюмерии очень удивила Возможно, закажу флакончик другой себе Или в подарок друзьям На сегодня у нас все Расстаемся мы ненадолго Марафон интересных сюжетов продолжим завтра А пока пару воображаемых пшиков удачи И вперед покорять этот день Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова